Я искренне верю в возрождение национальных школ. Я искренне верю, что должна возродиться русская киношкола, потому что это самая сильная киношкола в мире, потому что это киношкола, которая написала всю теорию кинематографа. То есть мы берем там, начиная с Ольва Кулешова, заканчивая тем, что условно Сергей Эйзенштейн придумал кино таким, каким мы видим его сейчас. То есть про это никто не рассказывает, все обсмотрят на... Как же здорово, что вот на Западе есть условно, не знаю, какой-нибудь Финчер. У меня Финчер замечательный режиссер, я его очень люблю, прям один из моих любимых режиссеров. Но кто-нибудь будет рассказывать, допустим, про Уэллса? Кто-нибудь будет, ну, мало кто разбирает Гражданина Кейна. Извините, если мы говорим про американское кино, все разбирают больше так в наше время. А сесть и разобрать условного Эйзенштейна, потому что ты смотришь все, что мы привыкли смотреть в 90-е, там, Коппола, Скорсезе и так далее, это все люди, которые вдохновлялись работами Эйзенштейна, читали его работы, и, собственно, опять же, у них монтаж называется Russian Edit. Это русский монтаж, он так и называется. У них актеры работают по методу, который называется The Method. The Method — это по-нашему метод Станиславского. Они просто не могут каждый раз говорить, что Станиславского, им это тяжело. Поэтому The Method. Огромное количество вещей — это теория, русская теория кино. Почему так получилось? Потому что, когда было, прям буквально зарождалось кино в мире, у нас прошла революция, у нас не было финансов, что логично. Только что прошла гражданская война, там, в 19-м году, еще до этих событий, там, в 1919 году открывается ВГИК, который тогда назывался «Школа кинооператоров». Вот, и так как не было камер, не было ничего, люди учили по рамкам. Они брали рамку просто вот такую вот, и рамкой ставили кадр, потому что не было возможности снимать. Американцев в то же время, они поливали. У них кино выходило там по 8 тысяч фильмов в неделю. Просто херачили, херачили, херачили. Они проходили это практикой. Наши, так как у них не было возможности, они начинали делать теорию. Соответственно, там потом в 1928, по-моему, году Лев Кулешов написал, собственно, про эффект Кулешова. Или, нет, не 1928, потому что это 1928 год. Нет, это уже поздно, раньше. Вот. Когда вот был эксперимент, там я брал, взял известного актера Ивана Мазжухина, снял тарелку супа, снял девушку, девушку, лежащую на диване, и девочку, по-моему, в гробу, что ли, или что-то типа того. И он начал просто перемежать эти кадры. И в зависимости от того, что ты показывал перед лицом Мазжухина, у тебя стало ощущение, что Мазжухин хочет есть. Или потом это же лицо, и там девушка, допустим, и, по-моему, ему он сопереживает, допустим, хотя лицо не меняется. Это, конечно, такой эффект монтажа, который, собственно, и лег в основу монтажа. Вот, и потом дальше уже Сергей Эйзенштейн развивал там, он же работал с Мейерхольдом, то есть он был его мастером, ну, Мейерхольд был мастером Эйзенштейн. Вот, и он написал известную свою статью «Монтаж аттракционов в театре, монтаж аттракционов в кино». Это, собственно, легло в основу кинематографа, то есть большая часть жанрового кино, она всегда опирается на аттракцион, то есть на развлечение. Любая точка развлечения, которая человек может ввергнуть в депрессию, в радость, в восторг, там, в ротическое возбуждение, что угодно, то есть. И вот это все, это малая часть, огромное количество людей делает. То же самое Михаил Ром, тоже у него там несколько книжек, которые можно почитать, те фильмы, которые можно смотреть там еще ранние, там, 20-е, 30-е годы, отличное кино. Это все легло в основу фундамента мирового кинематографа. И мы сейчас, имея и теорию кино, которая написана русскими, у нас есть советское кино, замечательное советское кино. В советском суде было много плохого кино, это, безусловно, просто до нас не дожило. Можно сейчас, конечно, заморочиться, пойти искать всю базу советских фильмов, потом сильно расстроиться, потому что много было плохих фильмов. Они всегда выходят, невозможно выпускать только шедевры. У нас, конечно, люди любят, что я типа, а, ты сценарист, ты должен писать только шедевры. Если нет, сгори в аду. Вот это очень странный, конечно, подход. Но, имея все вот это на руках, еще у нас живы мастера еще, не все мастера еще ушли. Они еще есть, и у них можно брать этот опыт. Мы, заканчивавшие в ГИК, еще буквально недавно, в исторической перспективе, мы помним, что такое русская запись сценария, что у нас есть запись американская, запись есть русская запись. Мы умеем писать русской записью. То есть, немногие, у нас просто мастер Юрий Николаевич, он писал, собственно, русской записью в том числе. И, имея вот этот весь фундамент, мы можем сейчас применить его, чтобы создавать российское кино. Не пытаться бы быть Голливудом здесь. Нам нахрен не нужен еще один Голливуд, у нас уже один есть. Они, ну, лучше Голливуда, Голливуд, никто другой не стимет голливудское кино. Я хочу, чтобы возродилась русская киношкола, чтобы возродилась французская киношкола, итальянская. Потому что мне интересно смотреть итальянское кино, а не то, как итальянцы пытаются быть Голливудом. Мне это неинтересно, потому что уже все пытаются повторять Голливуд, получается херня. Даже у Голливуда уже получается снимать херню в Голливуде. Это удивительно, потому что это все конечно. Это как была новая волна в 70-х, которая пришла просто и сказала, вот у вас были пеплумы, которые у всех уже задрали. По факту там было 10 с чем-то лет, где выходили сплошные пепломы, которые... Как у нас сейчас было 10 лет, когда выходили сплошные супергеройские фильмы. И они всем уже обрыдло. Хочется чего-то свежего, как раз ты о чем-то говоришь. Какая-то свежая струя, что-то... Опять-таки уходит куда-то в прошлое постмодернизм, который всех уже задрал. Постмодернизм пожирает сам себя. Может быть, есть запрос на какую-то идею возвращения модернизма, какой-то живительный не смех, но что-то действительно серьезное. Метамодернизм. Позицию какую-то. Сейчас поднимается метамодернизм, который не все понимают. Я буду делать большой ролик про метамодернизм. Что это за зверь такой? Это сложная штука. Это созерцание себя в искусстве и искусство в себе. Ну, условно говоря, по факту, вообще это... Если мы говорим прям совсем дословно, это маятник. Если мы говорим про... Ну, вообще мета, это маятник греческого. Это непостоянство личности, непостоянство времени, непостоянство происходящих событий. То есть, условно говоря, мы берем, допустим, того же самого Павла Сорентина и его сериал «Молодой папа» с Джудом Лоу, как раз первый сезон. Если ты вспомнишь, он как бы одновременно, персонаж Джудом Лоу, он одновременно и святой, и грешник. Он жив и мертв. Это постоянно маятник того, что персонаж будет все время... И это многогранность человека, многогранность событий. И при всем это все искренне. Оно не пытается кого-то выстебать, не пытается деконструировать. Это, кстати, та же самая причина, если мы отскакиваем в сторону, что, допустим, сериал «Пацаны», почему сейчас четвертый сезон, все не понравился. Потому что постмодеризм кушает сам себя. Оказывается, есть четвертый. Да, оказывается. Ты мне сделал ужасные новости сегодня.